Поединок команды Родина М и композит, представляющий Павловский Посад. Готовятся команды к новому сезону. И в ходе подготовки решили провести спарринговый матч. Звучит стартовый свисток, игра началась. И начинают ее футболисты Родины М. Познакомим вас прежде всего с теми футболистами, которые уже хорошо знакомы. Каждый из болельщиков своей команды. Но прежде чем мы хотя бы объявили состав Родины М, мяч еще раньше оказывается в сетке. Их ворот, композит открывает счет в нашей игре. И отличился 79 номер. Вновь так вот. Роский Посад. Атака доходит до удара в дальний угол. Штанга будет для добивания. Вот так стремительно начинает композит эту игру. Любо дорого смотреть. Их команда на правом фланге. Уже внутри штрафной площади мяч. И будет ли удар? Удар следует в дальний угол. В противоход Никите Павлову. Пытался сейчас пробить. Через кислини штрафной площади игрок на композиты. Отличный розыгрыш на коротке. Отличный момент опять же имеет композит. И увеличивает счет в этой игре. Парнек грязного по линии нападения. Ионов записывает на свой счет с забитый мяч. Илья Заров. Отличная передача. Выход один на один. Удар. И счет в матче. Стал 2-1 в пользу композита. Не такой уверенным становится преимущество команды из Павловского посада. Но после перерыва воспряли духом хозяева. Нашли момент для гола. И сейчас тоже старается владеть преимуществом и инициативой. 23-й и 32-й номер у мяча. Наносит удар как раз. 32-й. И мы увидим продолжение этой атаки через другой стандарт. На этот раз уголовой. Беряков оказался в сложном положении. Прежде всего из-за передач. Мяч партнеров. Композит доводит атаку до удара. Ну и потому что все обнимают футболиста, который сейчас отправил мяч в сетку. Гол абсолютно легитимен. 3-1. Здорово на коротке. И пошла жара. Удар в дальний угол. Уголовой мы увидим. Опасно. Опасно. Разыгрывали мяч футболиста Родина М. Возвращается мяч Коберякова. Ну и Артем уже должен выполнить еще одну подачу. И она получается максимально опасной. Дело доходит до удара. Поворотом опасного удара. Это Степан Правкин. Центральный защитник. Но очень вовремя Степан успел вернуться на свое место. Занять позицию в центре обороны. Сейчас нужно доигрывать эпизод. Потому что как раз между Правкиным и его партнером по линии обороны. В данном случае Михаилом Харланом. Оказался соперник. И спустя некоторое время Композит находит возможность для третьего забитого гола. Ой-ой-ой заброс. И здесь нужно догонять. В числе и Правкину занимает он позицию. Но уходит от него соперник в центр. Смещается. Катит противоход голкиперу. И это очередной гол в исполнении игроков футбольного клуба. Композит. Футболисты Композита борьбы на правой флаге. Это Чернобай. Вот такой заброс. Чуть ли не приводит к еще одному забитому голу. Злучит финальный свисток. Матч окончен. И победу в этом контрольном поединке по всем статьям абсолютно одерживает команда Композит.